Фермеры-переселенцы из Таджикистана – поля, посёлка совхоза Комсомолец – картошка немецкого происхождения. Такое интернациональное сотрудничество, как показывают первые пробы, прямо сейчас даёт неплохие плоды. На пике сезона, а это конец августа, середина сентября, в хозяйстве намерено собрать до 50 тонн картофеля с гектара. Пока нормально, мы довольны. Ну, ждём ещё, они должны быть ещё большие, там с кустом мы ждём 1,7 кг. Из солнечного Таджикистана в аграрную Тамбовскую область костяк нынешнего фермерского хозяйства переехал три года назад. С выбором рода деятельности долго не думали. За помощью с подбором посадочного материала обратились к профессиональным аграриям. В чём-то помогли собственные смекалка и трудолюбие. Например, чтобы картофель не страдал от нехватки влаги, в засуху фермеры самостоятельно смонтировали систему полива. Мы с бассейна качаем воду сюда на 500 метров длина. И у нас идёт вот в сторону вот этого леса. На этой магистральной шланге идёт 164 капель неленцев. Вот так открываем, если нам нужна эта сторона, а эта у нас закрытая. Когда мы заканчиваем эту часть, эту закрываем, а эту открываем. Это вот для нас будет эконом воды. Да, вот точный полив. То есть мы поливаем, она попадает точно в точку. Прямо в точку фермеры попали и подав заявку на получение гранта «Агростартап». В качестве господдержки хозяйству предоставили 3 миллиона на обновление парка техники. В числе последних приобретений трактор, который станет главным помощником в период уборочной. В планах у фермеров также заняться и молочным скотоводством. Для этого 4 гектара поля они засеяли люцерны. Недавно собрали первый урожай, ближе к осени соберут второй. Всё это пойдёт на заготовку кормовой базы. Думая о будущем, фермеры рассчитывают обустроить дополнительные теплицы для выращивания свежих овощей круглый год. Сейчас помидоры и огурцы здесь зреют только в сезон, но спрос на них на тамбовских рынках и ярмарках такой, что без расширения хозяйству точно не обойтись. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Наталья Дёмина, Область новостей.